Дядь Павлович, вот к вам вопрос тоже. Вот скажите, пожалуйста, первые впечатления о встрече с Антономом Семеновичем Макаренко? Я встретил его в Полтавище, до колонии, когда он работал в полтавской какой-то школе, трудовой школе. И вот гимнастика на площади. Меня поразила... Красота? Да, красота движений. И, наверное, поэтому все такие красивые стали и подтянутые. Спасибо большое. А вот, дядя Леня, вы уже коммунар, да? Да. И я знаю точно, что вы не только были всю жизнь педагогом, но вы один из первых испытали так тяжесть фашизма на испанской земле. И знаю, что Антон Семенович вас благословлял на этот подвиг. Когда мы выполняли задание правительственное, очень сложное задание, я всегда вспоминал нашего дорогого учителя Антона Семеновича. Я всегда чувствовал его крепкую, мужественную руку на своем плече. Спасибо большое. Ну вот. А сейчас, ребята, мы, наверное, встречаемся с самым нашим частым гостем, шефом нашего дома. Для вас это Галина Константиновна, а для меня это мама. Мама, скажи, пожалуйста, а какой тебе эпизод из контакта с Антоном Семеновичем Макаренко больше всего запомнился? И какое он имело значение в твоей жизни? Ну, наверное, прежде всего, в Антону Семеновича запомнилось то, что это был человек огромной души, огромного сердца. Человек, который очень верил людям и любил людей. И, наверное, благодаря Антону Семеновичу мы встретились с Семеном Афанасьевичем. И вместе вот нам удалось пройти большой педагогический путь. Что еще мне запоминается? Это внимание, чуткость Антона Семеновича. В 34-м году у нас случилось большое несчастье. Мы потеряли сына. Так попав на мальчик, который убил нашего сына. И вот я еще молодая, у меня какое-то получилось колебание. Я подумала, наверное, не смогу я больше работать. Отняли мне самое дорогое. И вот в эти дни такие тяжелые для нас пришло письмо от Антона Семеновича. Хорошее письмо. Он не то, что как-то жалел нас. Нет, он отрезвил нас своим письмом. Он написал, у вас большое горе. Пережить его трудно. Но подумайте, вы потеряли сына. А сколько еще подростков бродит по земле, у которых нет родителей. Вот и замените им родным. И вот когда я прочитала это письмо, я совсем другими глазами взглянула на все. Я вышла на другой день на работу. И, наверное, лет 10 я работала с мальчиками. И в каждом мальчике я видела своего Костика. Ну, и с тех пор прошло много лет. 50 лет я отработала. Последние 20 лет я работала в Кременовском детском доме, где у нас был совет командиров. Очень хороший капсумбольский организм. Ну, вот у нас Галя, командир группы и одновременно командир отряда вожатых. У нас в училище есть такой отряд вожатых, Новшинского. Нам очень мало тех, так сказать, форм самоуправления. Мы еще создали еще один отряд вожатых. И ребята очень рады, когда наши девчонки и ребята приходят, потому что все-таки дети маленькие, и мы с ними находим более общий язык, чем, допустим, воспитатели или учителя. Так что ребята нам всегда рады. А вот профессия, которую вы получаете, помогает вам? Вот есть вожатые тоже школьники, так вот, девятиклассники, десятиклассники. А вот вы чувствуете свое преимущество над ними? Вы сейчас тоже в таком возрасте, как десятиклассники наши, да? Ну, то, что ты имеешь профессию, это помогает тебе больше контактировать и быть более уважаемой перед ребятами? Конечно, все-таки профессия строителей, по-моему, такая профессия, которую уважают. Потому что мы же приносим радость людям. Вы много слышали об Антону Семеновичу. Вы что-то на вооружение взяли себе для работы с ребятами? Да, у нас есть свои общественные организации, есть совет командиров, есть комитет комсомола, есть оперативный отряд, есть совет пионер-вожатых. У нас есть свои мастера в производственном обучении, есть наши мастерские, в которых мы проходим только что первые навыки труда. Спасибо вам! Вы продолжаете большое нужное дело. Вы скоро выходите многие в жизнь. Удачи вам, счастья! И будьте всегда такими же горячими, никогда не остудите своих сердец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!